Время новостей на канале Абаза. Время новостей на канале Абаза ТВ. С 1 февраля увеличивается стоимость услуг международной связи. Сотовые операторы уже предупредили своих абонентов о грядущем повышении. Тарифы вырастут сразу на 200 с лишним процентов. Такого резкого скачка цен еще не было. Это известие в буквальном смысле возмутило всю общественность Абхазии. Некоторые предлагают даже радикальные меры, другие намерены создать комиссию для изучения ситуации. При этом странной выглядит позиция государственных органов. Вместо того, чтобы публично разъяснить причины принятого решения, они отмалчиваются. В ситуации попытался разобраться Ливон Галустян. Когда чуть меньше месяца назад поднимались тосты за приятные сюрпризы в новом году, никто даже не предполагал, что сюрпризы будут так скоро. Но тот, что произошел на днях, к разряду приятных не отнесешь. Кому может понравиться решение о повышении цен на услуги сотовых операторов? Может, самим компаниям-провайдерам? Однако те отказываются давать комментарии. Не имея полной информации, абоненты теряются в догадках. Я, честно говоря, удивлен, потому что в России тарифы уменьшаются. А у нас почему должны увеличиваться, я не понимаю. Обычно, когда делаешь телевизионные опросы, жители крайне неохотно дают интервью. Но в случае с ростом цен на звонки с мобильников за пределы Абхазии, сложности вообще не возникло. Люди не скрывали возмущения последним решением и наперебой делили своим мнением. Государство у нас еще не настолько богатое, чтобы такие тарифы были. Я возмущен, скажем так. Ну что думаем? Думаем, что не должны так повышать. Должны поменьше цену делать. Надо пользоваться, наверное, другими средствами связи. Я думаю, народ придумает, как сэкономить. То есть это его бюджет, можно использовать другие средства связи. Такую реакцию пользователей услугами связи можно было легко спрогнозировать. Но авторы идеи поставили абонентов перед фактом. Да и наверняка не проводили предварительного исследования запросов аудитории. Как итог, почти 300-процентное повышение тарифа буквально взорвало так называемые социальные сети. В некоторых из них возникли целые движения против грядущего роста цен. Люди не поняли, вопросов очень много. И именно поэтому в социальных сетях пошло такое обсуждение. Была создана группа, которая за сутки набрала больше 300 человек, что по меркам Абхазии очень много. Сейчас из возможных мер обсуждается проведение митинга в Сухуми, где потребители собираются поставить вопрос ребром. Никакого повышения или полный бойкот сотовых компаний. Хотя бы на пару дней. Больше всех такое нововведение ударит по тем, кто не имеет фиксированной связи, то есть живет не в городах. Это люди, которые живут в деревнях, это люди среднего возраста и так далее. Как они будут это оплачивать, я не знаю. Выяснить, в чем реальная причина роста тарифа, оказалось, задача не посильной. Оба оператора мобильной связи хранят молчание. О грядущем повышении стоимости звонков они сообщили своим абонентам через СМС. Но после прочтения текста возникло еще больше вопросов. С 1 февраля вынуждено повышение цен на СНГ, Балтию и Турцию. Предупредил своих абонентов о мобайл. Но вот почему об этом ни слова. Абоненты не на шутку встревожились. Некоторые из них, к примеру, Далила Пиля, направила в общественную палату Абхазии обращение с просьбой разобраться в ситуации. Реакции государственных органов пока нет. Так что и точку в этой истории ставить рано. Сейчас звонить в Россию с мобильного телефона удобно, а главное выгодно. В среднем минута общения обойдется абоненту в 6 рублей. Но уже с 1 февраля за это придется заплатить почти в 3 раза больше. Пропорционально с ростом тарифа, скорее всего, изменится и стиль общения. Разговор с российскими друзьями будет выглядеть примерно так. Привет, как дела? У нас все хорошо. Только вот стоимость международной связи подорожала. Так что пока. По неофициальной информации, повышение международных звонков с мобильников связано с необходимостью улучшения финансового положения государственных предприятий связи. Мол, абоненты будут вынуждены начать пользоваться так называемыми стационарными телефонами. Сегодня услугами Сухумского переговорного пункта пользуется очень мало людей. За весь день сюда пришли всего 20 человек. Хотя цены достаточно низкие. Россия 8 рублей, СНГ 10 рублей, за границей 18. Одна минута. До вступления в силу новых тарифов остаются сутки. Хватит ли этого времени, чтобы отыграть ситуацию назад, сказать сложно. Но абонентам все-таки стоит потуже затянуть ремни. 15 рублей вместо 6 – это достаточно солидная разница. Ливон Гаустян, Астамур Акаба, Абаза ТВ. Мы будем отслеживать ситуацию, связанную с повышением тарифных цен на международную связь. Тем более, что завтра в Арсмира должен состояться круглый стол с участием всех заинтересованных сторон. По данным Центра избиркома, на 30 января зарегистрировано 108 инициативных групп по выдвижению кандидатов депутата парламента. Ранее ЦИК зарегистрировал три республиканские политические партии, имеющие право выдвижения кандидатов депутаты. А именно Единую Абхазию, Компартию Республики Абхазия и Форум Народного Единства Абхазии. Сегодня была зарегистрирована еще одна партия экономического развития Абхазии. По числу выдвинутых кандидатов по-прежнему лидирует Сухумский избирательный округ номер 3, где на одно депутатское место претендует 9 человек. Семь кандидатов в депутаты в округе номер 4, по пять кандидатов в округах 6, 27 и 28. Отметим, что среди кандидатур, выдвинутых инициативными группами, 11 женщин. Ряд изменений и дополнений в действующее законодательство внесли депутаты в ходе первого заседания весенней сессии парламента. Также были рассмотрены и другие вопросы, касающиеся текущей деятельности Народного Собрания Абхазии. Подробности в репортаже Владимира Никонова. Менее полутора месяцев остается до срока истечения полномочий состава Абхазского парламента 4-го созыва, собравшегося в предпоследний день января на первое заседание весенней сессии. Рассмотрение вопросов, включенных в повестку дня, началось с обсуждения проекта закона о внесении изменений в Уголовный кодекс, предложенный в качестве законодательной инициативы генеральным прокурором Сафарбеем Миканба. Практика показала, что не всегда потерпевший может непосредственно обратиться в органы правопорядка или в суд с заявлением. И данным законопроектом дается возможность ему действовать в защиту своих интересов через законного представителя. Другое новшество – это возможность заключения обвиняемых, подозреваемых с ними до судебного соглашения. Что это означает? Это возможность расследовать, раскрыть тяжкие преступления, совершаемые организованной группой лиц с преступным сообществом с целью получить достоверные и правдивые сведения о лицах, о мотивах, о вещественных доказательствах со стороны одного из участников данного преступления. Подобная практика на примере применения в других странах показала свою эффективность. В данном случае лицо, которое пошло на сотрудничество с органами следствия, оно несет минимальную ответственность, нежели оно предусмотрено санкциями соответствующей статьи Уголовного кодекса. Собственно, генпрокурорам был предложен довольно обширный пакет документов о внесении изменений в Уголовный кодекс и обсуждения их на заседании парламента предшествовала предварительная работа в Комитете по законодательству. И депутаты при одном голосе против приняли данный законопроект в первом чтении. И вот тут развернулась дискуссия. Несогласие с предлагаемыми изменениями выразил председатель Верховного суда Роман Мужба. За последние годы многое было сделано, в том числе и парламентом, для того, чтобы в стране сформировалась хорошая судебная система и чтобы было качественное отправление правосудия. Наиболее значимыми среди принятых законодательных актов, в том числе, являлись Уголовный, Уголовно-процессуальный, Гражданский и Гражданско-процессуальный кодексы. Они предусматривали совершенно необходимые принципы для отправления правосудия. Это равенство всех перед законом, состязательность. Эти принципы фактически перечеркнуты на сегодняшний день вносимым законопроектом. Это откат к прошлому, нельзя этого допускать. Есть другое мнение, что там много очень рационального, и к нему нужно подойти с точки зрения рационализма. Но не все, перечеркиваем, нужно. Председателя Верховного суда поддержал депутат Даурш Аршба, и с учетом высказанных по этому поводу мнений, профильному комитету и представителям заинтересованных структур было поручено самым тщательным образом поработать над законопроектом при подготовке его ко второму чтению. Затем на обсуждение был вынесен проект закона о повышении размеров пенсий отдельным категориям граждан. Данным законопроектом предлагается увеличить размер пенсии некоторым категориям пенсионеров. Общее число пенсионеров, охватываем данными повышениями, составляет более 3700 человек. В частности, законопроектом предлагается увеличить размер пенсии пенсионерам, награжденным, имеющим звание Герой Абхазии, до 6500 рублей. Пенсионерам, награжденным орденом Леона, медалью за отвагу. Также данный законопроект предусматривает увеличение пенсии инвалидам отечественной войны народа Абхазии, первой группы, второй группы, третьей группы соответственно. И также предусматривается повышение размера пенсии семьям погибших в отечественной войне народа Абхазии и семьям погибших добровольцев, которые осуществляли защиту Республики Абхазия до 1994 года, с момента окончания войны до 1994 года. Общая сумма дополнительных расходов за 10 месяцев, что предполагается, что проект закона 150 с 1 марта составляет 27 миллионов 700 тысяч рублей. Закон был принят с пожеланиями в дальнейшем рассмотреть вопрос увеличения размеров пенсии многодетным матерям, родивших 10 и более детей, который по данному законопроекту составляет 5 тысяч. Также был принят закон о повышении размеров персональных пенсий Республики Абхазия от 7 до 8 тысяч. После чего правом законодательной инициативы воспользовался уже и председатель Верховного Суда, предложивший внести изменения в Гражданский кодекс, в положение, касающееся рассмотрения дел по нарушениям выборного законодательства. Рассмотрение гражданских дел Верховным Судом по первой инстанции осуществляется единолично. В статье 25 о подсудности речь идет, этого же кодекса говорится, что касающиеся результатов выборов и избирательных процедур дела подсудны Верховному Суду. Так вот мы хотели бы, чтобы Верховный Суд, исходя из специфики и значимости вот этой категории дел, чтобы Верховный Суд не единолично рассматривал дела по итогам выборов президента, депутатов, значит, чтобы это могли трое профессиональные судей рассматривать вот эту категорию дел. Руководитель высшей судебной инстанции предложил принять закон сразу в окончательном чтении, но с учетом того, что есть необходимость согласования вносимых с изменений с другими статьями Гражданского кодекса, законопроект был принят пока что в первом чтении. И в заключении депутаты заслушали и приняли к сведению информацию председателя Госкомитета по репатриации Зураба Адлиба о поездке абхазской делегации в Сирию. Владимир Никонов, Торник Амичба, Валерий Агума, Абаза ТВ. 7 февраля в Москве состоится премьера документального фильма «Страсти по Владиславу». Показ первого российского фильма о первом президенте Абхазии проводит Союз кинематографистов России, посольство Республики Абхазии в Российской Федерации, фонд первого президента Абхазии, Московская Абхазская Диаспора. Напомним, что премьера фильма в Абхазии состоялась 15 августа прошлого года. Режиссер Ольга Дубинская, автор сценария Дмитрий Менчонок. Фрагменты из неопубликованных мемуаров Владислава Ардзенба читает Георгий Тараторкин. Фильм получил гран-при открытого кинофестиваля «Обсны страны души-2011». К премьерному показу фильма приурочена экспозиция фоторабот Ольги Дубинской «Сны об «Обсны». На 66-м году жизни скоропостижно скончался Александр Александрович Воинский, герой Абхазии, один из создателей военно-морских сил Республики. Александр Воинский, или как его называли друзья Сан Саныч, внес большой вклад в укрепление обороноспособности Абхазии. Он являлся одним из разработчиков и активных участников ряда боевых операций в ходе Отечественной войны народа Абхазии, в том числе тамужского десанта в июле 1993 года. Александр Воинский – автор ряда разработок в области оснащения вооружения маломерных судов, составляющих основу ВМС Абхазии. К примеру, установки систем залпового огня. Был создателем подразделения боевых пловцов Абхазии. В последние годы занимал должности командующего ВМС Абхазии и замсекретаря Совбеза Республики. В нашем архиве сохранилась передача с участием Александра Воинского. Предлагаем вашему вниманию небольшой отрывок из нее. Задачи Мурфлот. Я уже как командир дивизиона был тогда в Гудаутах. Я считаю, что задачи, поставленные руководством, Мурфлот выполнил все. Все, что нам ставили. Задачи – десант высадить. Даже много было таких моментов, которые нельзя было сделать. Но мы их сделали. Мы высадили десанты. Ставили задачу блокировать аэропорт Суховский. Мы блокировали. Силами военно-морских сил сбили три самолета. Мы видели, как... Это прямо на море. Да, как прямо на море, прямо над нами. Ракета вошла в самолет. Еще мы имели инструкции. Мы все это хорошо проходили. Мы знали, что 154-й, 134-й одной ракетой я не собежу. Ее надо сбивать только на вираже, когда он заходит на посадку, чтобы у него там форсаж, двигатели не сработали. И вот мы и сбивали, когда он заходил на посадку на вираж. И летчики тоже сразу, сразу моментально, грузинские летчики выходили на связь. И говорили, меня ракета сбила, меня с самолета. А до этого молчали. Когда их подупреждали, что ребята, улетайте обратно. В Адвер садитесь. Мы вас собьем. Ну, мы воевали в честных рамках. Тогда еще Владиславу Егоровичу мне сказали, оповестите все службы, что военно-морские силы Абхазии полностью блокируют аэродром. И все самолеты, которые на него садятся, будут сбивать. И мы их все сбивали потом. Все садились. Задачи выполнили все. А мы вспоминаем часто, конечно, что стояли в водолутах. Пили вино с винзавода, который нас снабжали. Ну, как пили, как нормальные люди пьют. Не напередай, как посидели пиво. Смотрели на сухом. Очень домой хотели. С сухом приедем сейчас. Мы и приехали. В Стамбуле скончалась победительница первого конкурса красоты Мисс Мира Кириман Халис Эдже. Абхазка по национальности из рода Эбжноу. Похороны Кириман Халис, скончавшиеся в возрасте 99 лет от сердечной недостаточности, прошли сегодня в Стамбуле. О непростом жизненном пути Кириман Халис поистине легендарной личности в репортаже Марианы Котовой. Кириман Халис Эдже – самая красивая женщина мира по версии 1932 года. В первом конкурсе красоты, объединившем 28 стран, победила Абхазка. Настоящая фамилия предков Кириман Халис – Эбжноу. Ее семья жила в тех местах, где сейчас располагается современный Адлер. В Турции ее дед стал пашой. Дядя и тетя прославились как музыканты. Родители дали девочке блестящее образование. Красота совсем еще юной Кириман Халис приковывала восхищенные взгляды. Пять раз ее отец был вынужден отказывать организаторам турецкого конкурса красоты, ведь тогда дочери не было еще и 18-ти. Только после того, как Кириман окончила школу, отец дал разрешение сфотографировать дочь. Обойдя 50 соперниц, Кириман Халис стала самой красивой девушкой в Турции. А затем поехала на конкурс Мисс Мира в Бельгию. Эта победа имела далеко идущие последствия для Турции. Ведь в те времена Османская империя была мусульманским государством и имела в мире имидж закрытой, суровой страны. Участие в подобном мероприятии означало для нее доказать свою светскость. Турция была еще совсем молодым государством. И, конечно, заявить себя в Европе, и даже в этом свете, было очень соблазнительно. Они заявили себя в самом начале, вообще, расцвете индустрии красоты в Европе. И надо сказать, что потом, на целых 20 лет, Турция не участвовала ни в каких конкурсах красоты. И, видимо, такой вот блестящий финал. Первая в мире королева красоты в Турции стала настоящей героиней. Ее встречали толпы народа. Все хотели посмотреть на самую красивую женщину Османской империи. Среди представителей абхазской диаспоры из поколения в поколение передают такую историю. На одной из встреч Кериман Халис назвали самой красивой в мире турчанкой. На что она, недолго думая, ответила, что она совсем не турчанка, а черкешенка, а база. Самое важное, что она себя считала абхазской. Она была отсюда, она была, говоря современным языком, иконой стиля, эталоном стиля. Это видно по фотографиям. Фамилию Эдже Кериман Халис получила уже в 1934 году после принятия закона о фамилиях. Эдже в переводе с турецкого – королева. Сам Ататюрк назвал ее именно за победу в конкурсе красоты. Данных о том, бывало ли когда-нибудь Кериман Халис в Абхазии, нет. Но ее имя знают и помнят в нашей республике. Стилист Астанда Аргун называла свой салон в честь известной абхазки. Когда я жила еще в Петербурге, я всем говорила, если я приеду в Абхазию, открою студию, то дам этой студии название, которое связано с какой-нибудь женщиной-легендой. Я о ней не сразу узнала. Попросила друзей, знакомых, очень долго искали. И как-то потом вышли именно на Кериман. И мне все как-то подошло. Все и по духу, и по ее статусу. Кериман Эдже вела достаточно закрытый образ жизни. Всегда отказывалась от интервью, старалась не афишировать свою личную жизнь. Это интервью было записано турецкими корреспондентами в 1997 году. Кериман Халис дважды была замужем. Воспитала двоих сыновей и дочь. Прожила 99 лет. Больше о ее жизни неизвестно о ничего. Мы мало о ней знаем о той жизни, которая была после конкурса. Я надеюсь, что будут еще какие-то архивные материалы, которые пополнят информацию о ней. В 30-х годах прошлого века отношение к женщине и женской красоте было несколько иным. Участие в конкурсе красоты подразумевало огромную ответственность. Первая королева красоты, представительница мусульманской страны, стала символом женской свободы во всем мире. Японские социологи, описывая процессы феминизации и укрепления прав женщин в обществе 20 века, часто приводят в пример личность Кериман Халис Эдже, урожденную в Жноу, первую красавицу мира, Абхазку. Во вторник, 31 января, в Абхазском институте гуманитарных исследований состоится круглый стол по ситуации, сложившейся в Абхазской православной церкви. Напомним, что 24 января в Сухуме не удалось подписать соглашение о примирении между священниками Сухума-Петсунской епархии и священной митрополии Абхазии. Ожидалось, что свои подписи под документом поставят архимандрит Дорофей Дбар, Иерей Виссарион Аплия и еще 11 священнослужителей. Однако Иерей Виссарион отказался подписывать мировое соглашение, потребовав от священников митрополии покаянного письма, которое позволит им вернуться в луно-абхазской церкви. Абаза ТВ на этой неделе предлагает вашему вниманию цикл репортажей о состоянии абхазских памятников христианской культуры. Наша съемочная группа вместе с представителями Управления охраны сорикокультурного наследия посетила Бедийский, Илорский, Дранский и Новоафонский храмы. Наш первый материал из Бедии. Напомним, на прошлой неделе Грузия заявила, что готовит обращение в ЮНЕСКО о том, что в Абхазии в Бедийском храме якобы уничтожена древняя фреска царя Баграта. Семен Пегов попытался узнать, как это произошло на самом деле. Смотрите специальный репортаж программы. Бедийский храм Бедийский храм – это древнейший христианский памятник. Его постройка датируется X веком. Как установили историки, в XVII веке у храма обвалился купол. В последующем не раз предпринимались попытки его восстановить, однако до сих пор Бедийская церковь пребывает в полуразрушенном состоянии. Естественно, это так или иначе сказывается на внутреннем обустройстве храма. По словам начальника управления охраны историко-культурного наследия Абхазии Анзора Агума, древние фрески разрушаются уже на протяжении нескольких веков. Грузинская сторона сегодня подняла этот вопрос чисто политически. На всех площадках пытаются как-то ухватиться за что-то. Теперь за памятники пытаются ухватиться. Конечно, отвечать на то, что пишет грузинская сторона на оккупированной территории, грузинские памятники и так далее, я отвечать не буду, потому что глупости не буду отвечать. Просто хочу нашим людям, нашему народу разъяснить, что происходит, что сделано, чем мы занимаемся и кто что делает. Грузинская сторона в частности подняла шум по поводу разрушения фрески царя Баграта, которая находилась на южной стене Бедийского храма, и даже сообщила о том, что готовится соответствующее обращение в ЮНЕСКО. По мнению абхазских историков и археологов, такая постановка вопроса сама по себе абсурдна по нескольким причинам. По поводу того, что фреска Баграта Второго, хотя они его Багратом Третьим называют, у них свой счет, Баграта Второго, она когда пропала, неизвестно. Дело в том, что следы от него оставались еще в советское время, в 1938 году, фотографии. Дальше она с каждым годом все пропадала и пропадала. Но она окончательно, по-моему, ну может еще что-то осталось, окончательно пропала в то время, во время войны. Грузинская артиллерия прямо стреляла по храму. Искусствовед Сурам Сакания занимался исследованием фресок в бедийском храме еще в 70-е годы, будучи студентом. Тогда, по его словам, еще можно было увидеть на стенах церкви фрагменты росписи. Изображение царя Баграта на тот момент частично сохранилось. Однако мало того, что в советское время не проводилось никаких реставрационных работ, и фреска обрушалась сама по себе, Непоправимый урон ей был нанесен в результате арт-обстрелов грузинскими войсками в 1992-1993 годах, основной удар которых как раз пришелся на южную стену храма, где раньше можно было видеть изображение Баграта. Стена южная настолько пострадала, что какие-то фрагменты, куски, которые сохранялись на южной стороне, здесь были не только изображения Баграта, здесь было изображение Мегрильского царя Дадьяни, его супруги, еще какие-то стены. Если вы выше посмотрите, там есть изображение старцев, изображение святых в Медалене, как в Пицунском храме, эти фрагменты сохранились. И после войны, и во время войны, и те фрагменты, изображение Дадьяни, супруга, изображение Баграта, конечно, сильно пострадало. После обстрела грузинами стена была вздута во внутреннюю сторону, и, соответственно, серьезные куски, фрагменты, фрески, которые были, конечно, они быстро разрушались. Ветеран Отечественной войны народа Абхазии, ныне депутат парламента Александр Ченгелия, был свидетелем тех событий 20-летней давности. Ведийский храм находится на одной из самых высоких точек в окружающей местности. В ходе боевых действий он оказался практически форпостом на линии Восточного фронта. Александр Ченгелия показывает нам, где во время войны располагались грузинские позиции, с которых велся артобстрел. Южнее, вот по тому хребту, возле центральной дороги, Чехотольская плата, так называемая. Есть и так по хребту дальше идут межшведские позиции, так называемое село Ишкот. Здесь стоял грузинский дивизион артиллерийский, подразделения грузинских войск стояли по хребту до самого Чехотольского плата. И вот в зону обстрела входило, естественно, самое выдающее место на этой территории, территория храмового комплекса, где мы стоим. Грузинские военачальники предполагали, что именно в бедийском храме сосредоточены главные абхазские оборонительные силы. Именно поэтому эта территория подвергалась массированному артобстрелу. Однако, по словам Александра Ченгелия, грузинские командиры ошибались. Позиции абхазских войск были развернуты не здесь, именно с той целью, чтобы уберечь храм от снарядов. По требованию и командованию 3-го Чехотольского плата и Восточного фронта, позиций здесь не было наших, поскольку был риск обстрела самого храма. Наши подразделения стояли ниже, и позиции были ниже, чтобы не спровоцировать обстрел непосредственно самого храма. И сегодня заявлять, кощунственно заявлять, что в Хасе уничтожили грузинские фрески. Причем здесь грузинские, не знаю, что хочу сказать. Вот после того, как они обстреливали, почти 19 артиллерийских снарядов попали в храм, в южную сторону, как раз на той стороне. И после этого они что-то там заявляли. Для того, чтобы полностью восстановить бедийский храм, нужно проделать колоссальную работу, на которую, естественно, необходимы немалые финансовые средства. Поэтому о скором восстановлении этого памятника сегодня речь не идет. Однако это не говорит о том, что он заброшен. В 2004 году был создан фонд спасения бедийского храма, учредителем которого стал депутат Российской Госдумы Атар Аршба. Идея возникла спасти этот величественный памятник, вы видите, мирового значения. Чтобы потомкам потом в будущем было бы что-то сказать, чтобы оно не заросло мхом, мы решили его как бы спасти. Для начала мы провели дорогу к нему, расчистили его. Здесь было очень заросшее сорняками величество, уже деревья сколько бы было, но мы все это расчистили. Также силами фонда здесь были начаты противоаварийные работы, для проведения которых были приглашены специалисты из России. В 2008 году научно-реставрационными московскими мастерскими был разработан проект инженерного укрепления храма. Он включал в себя иннектирование каменной кладки в стенах и укрепление тех участков, которые были очень разрушены. Вот допустим вот этот участок, вот эти два камня были выворачены, скорее всего это снарядом были выворачены. Вот этих двух камней не было, мы их, ну слава богу, что они здесь находились на месте, мы и обратно их восстановили. На сегодняшний день также можно говорить о том, что управлением охраны историко-культурного наследия ведется в основном бумажная работа по созданию проекта восстановления бедийского храмового комплекса. На данном этапе абхазскими учеными здесь проводятся только археологические исследования, благодаря которым, правда, уже сделано несколько любопытных открытий. Здесь помимо самого храма, значит, собора, есть еще и дворец, церкви. Наши раскопки, которые мы проводили здесь, скорее это не раскопки, а расчистка. Расчистка на юге и на севере, значит, мы нашли фундаменты двух небольших церквей, то есть сделали тоже открытие. Однако, если определенные археологические и противоаварийные работы по инженерному укреплению храма сегодня ведутся, то в отношении сохранения оставшихся на стенах церкви фресок есть проблемы. По словам искусствоведа Сурама Сакани, для того, чтобы сохранить фрагменты росписи, необходимо их закрепить с помощью специальной технологии. В последний раз такие закрепительные работы были проведены сразу после войны, тогда как их нужно проводить регулярно. Семен Пегов, Раму Камке, Абаза ТВ И в продолжение темы. Премьер-министр Абхазии Леонид Лакирбаев в эксклюзивном интервью Абаза ТВ прокомментировал полемику, которую грузинские политики развернули вокруг бедийского храма. Глава правительства, в частности, заявил, что Абхазия готова сотрудничать с ЮНЕСКО, однако без посредничества Грузии, которая, напротив, всячески препятствует контактам абхазских ученых с международными организациями в сфере охраны исторических памятников. Те действия в отношении Абхазии, которые принимаются международным сообществом, они все равно политизированы. Если бы они не были политизированы, то те сокровищницы мировой культуры, которые есть в Абхазии, они были бы, наверное, вне политики, и с ними можно было бы работать. Если мы сейчас работаем по пропавшим без вести, больная тема, но мы политику отделили совершенно, то здесь нет, не видно желания отделить политику. И, если можно сказать, такую грубость решений вопроса преподносит то, что состояние памятников изучалось на комиссии по восстановлению территориальной целостности Грузии. Если эта комиссия озабочена памятником, то да здравствует Грузия. Речь шла о чем? О том, что мы варварски распоряжаемся тем, что мы имеем и так далее. Это всегда преподносится, но не говорится о том, из-за чего все это происходит. Это последствия той самой войны, в которую мы были втянуты, и последствия которой для Абхазии просто катастрофичны. Во всех сферах, в том числе и в этой тоже. Вот предыстория такая, да, и в рамках этой предыстории, отвечая на вопрос одного из грузинских корреспондентов, я и сказал, что если бы грузины хотели, действительно их отношение было бы как к памятникам, да, они, наверное, посодействовали тому, чтобы миссия ЮНЕСКО в Абхазии отработала. Но это содействие в каком плане? В удаленности их от этой проблематики, связанной с нашей территорией. Больше ничего. А вот ЮНЕСКО само и фраза оброненная, но хоть через Гондурас, она говорила о том, что нам помощь со стороны ЮНЕСКО, мы готовы ее принять отовсюду, но минуя Грузию, естественно. Тема состояния исторических памятников Абхазии будет продолжена в наших следующих эфирах. На этой неделе вы также увидите репортажи из Илора, Дранды и Нового Афона. В этом году бюджет города Сухума составляет 600 миллионов рублей. Главный финансовый документ столицы Абхазии составлялся с учетом основных потребностей города. Мы планируем создать цикл репортажей о ключевых приоритетах городских властей. А наш первый репортаж о работе коммунальных служб, на нужды которых в этом году выделено 103 миллиона рублей. Тему продолжит Белла Кварчия. 103 миллиона рублей. Именно такая сумма выделена на содержание коммунального хозяйства города. А это уборка и ремонт улиц, реконструкция, разводящие сети водопровода, освещение, обслуживание зеленых насаждений и многое другое. По словам начальника управления коммунального хозяйства Сухума Зураба Амичева, все средства пойдут на текущие нужды. Ежедневную работу, которую должны выполнять коммунальщики. 103 миллиона, значит, это звучит так, когда обычный человек слушает, но это все распределено на 7-8 организаций. Понимаете, ежедневно, один день, если мы не вывезем мусор и не уберем город, во что будет похоже. Наша задача, моя как начальника, значит, задача максимально эффективно использовать те средства, которые выделили нам каждой службой и контролировать. Это что мы осуществляем и делаем. Что касается капитальных программ, то этих средств, по словам Зураба Амичева, недостаточно. Такие масштабные проекты, как, например, капремонт всей системы водоснабжения, очень дорогостоящие и будут проходить по линии инвестиционных программ. В этом отношении город уже очень многое сделал. В домах на старом поселке полностью снята проблема водоснабжения. Ремонт водовода в новом районе также практически завершен. Частые аварии и затопление подвалов не есть результат бездействия коммунальщиков, утверждает Зураба Амичева. Где девятиэтажные дома, высотные дома, везде стояли подкачивающие насосы. А сегодня без насосов вода поднимается на девятом этаже и жалуются люди, что уменьшите давление. Я им сказал, это тоже элементарно, потому что внутренняя система труб не выдерживает. Почему? Потому что много подвалов сделано. Но, к сожалению, стояки, внутренняя система, они уже прогнили, износились, их надо менять. И, естественно, не рвутся, и поэтому такие проблемы происходят. А в подвалах практически, еще раз говорю, в новом районе очень мало таких бывает. Конечно, аварии такие, но для этого есть организации, есть домуправие, они стараются, значит, уделить внимание, решать эти проблемы. В старом поселке полностью мы снимаем проблему подоснабжения, утечек не будет. Потом, конечно, появится там в некоторых подвальных помещениях, но это уже параллельно эти вопросы тоже будут решаться. В районе улиц Басария, Титова, Имама Шамиля и некоторых других еще предстоит работа. Снять здесь проблемы с водоснабжением в планах этого года. Водоводы в ужасном состоянии на некоторых участках. Это огромные трубы. Мы частично заменили. По инвестиционной программе сейчас что сделали, вот почувствуют в ближайшее время район Турбази. Я надеюсь, пока даже боюсь это говорить, но район Чанба улицы и так далее. Но работы ведутся. Поэтому та ветка, линия, если так можно сказать, откуда получают они воду, очень много потери в воде. У нас это запланировано. Эти работы будут делаться. Поэтому пока должны нас понять те, которые не совсем, будем говорить, получают воду так, как они хотят, но это будет. В этом году продолжится ремонт ливневых коллекторов. Когда они засоряются, подходы к домам и улице утопают в воде. Эту проблему уже устранили в районе вокзала, пивзавода, маяка. Сейчас ведут работы по улице Генерала Дбар и на других объектах. Новые трубы прокладывают в районе Турбазы, в переулке по улице Хварцкие. Длина трубы здесь достигает 150 метров. У жителей, а это частный сектор, проблем с водой теперь не будет. Зураб Амичба утверждает, что в этом году будет решен и вопрос восстановления тротуаров в городе. Тротуары в любом случае, в любом случае, я конкретно сейчас не хочу называть, но чисто почувствую, как гражданин, который проживает в этом городе, меня волнует тротуар, который ведет к рынку. Меня волнует тротуар, который идет по проспекту Мира. Почему? Потому что приезжают наши отдыхающие, в основном они проходят по этим улицам. Поэтому мы, может быть, я не знаю, это не догма сейчас, что я скажу, но есть места, где мы можем асфальтом сделать, бордюры заменить и так далее. Я считаю, что на десятки лет это нормально будет, за исключением проспекта. Проспект это единственный проспект наш, я надеюсь, что там вопрос решится, чтобы капитальный зеленый. Потому что освещение, капитальный зеленый ночью прекрасно, нормально, осталось только газон. Что касается городского бюджета этого года, направленных на коммунальные нужды, то, например, на капремонт дорог выделено около 3 миллионов рублей. На текущий ремонт водовода и канализации 5 миллионов, на устранение утечек и аварий 6. Коммунальщикам частично удалось решить проблему уборки мусора и городской свалки. В этом, подчеркнул Зураб Амичба, огромную роль оказало руководство республики, приобрело специальную технику. Я сам не ожидал, что за такое короткое время, 3 единицы, то, что нам необходимо было. Мы несколько раз поднимали эту проблему, что они не 2, не 3 рубля стоят. Но они полностью оправдывают то, что приобрели мы для городской мусоросвалки. Сколько раз мне приходилось там встречаться, сколько раз ваше телевидение там снимало. Люди были правы, но как снимать? Вот сейчас считайте, я знаю, что сегодня конкретно занимается руководство страны по строительству мусоросортировочным, там перерабатывающим и так далее, вариант я рассматриваю, решается, это решится. А это вопрос номер один. Сегодня посмотрите, сколько стихийных свалок и в городе, и за город, и даже, ну, где речушки маленькие проходят, около них, это же экология. Это же мы все, наши дети будут страдать, если сегодня этот вопрос не будет решен. Фронт работу коммунальщиков выполнен примерно на 30%. Ремонт дорог, тротуаров, системы водоснабжения, в том числе насосных станций, канализации будут осуществлять планово, соблюдая очередность операций. То есть, например, прежде чем поставить урну, заасфальтируют улицу. Прежде чем заасфальтировать, починят подземные коммуникации и так далее. Насколько эффективно будут осваиваться бюджетные средства, увидят сами горожане в конце 2012 года. Была Кварча, Рамо Канке, Абаза ТВ. А сейчас о погоде в Сухоми. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok